Я понимаю, что на самом деле в этом месте очень непросто поменять взгляд и подход. Когда мы пытаемся в инции, как вот, например, сейчас в рамках системы регулированных закупок, засудить все атрибуты конкретных товаров, свойства их и так далее, мы в этом месте начинаем фиксировать отсталость своей экономики навсегда. То есть сам подход изначально абсолютно не позволяет как бы изменить динамику развития. Он наоборот ее стагнирует максимально. И если мы разводим эти понятия, и если мы понимаем, что у нас на самом деле для того, чтобы это все состоялось, необходимо работать с разными источниками данных. Да, они действительно, эти две стороны разные. Один более профессионален в понимании тех комплектующих или товаров, которые он производит и отгружает. А потребитель может быть значимым менее компетентен в этих вещах. Для потребителя условно-офисных кресел количество параметров может ограничиваться трением. Еще один момент, который я просто забыл сказать на этой картинке. О том, что на самом деле очень часто в рынках потребитель и поставщик живут в разных плоскостях. Мой любимый пример. Если вы крестьяне выращиваете картошку, то у вас есть картошка конкретного сорта, конкретного калибра, в конкретном состоянии. Ну там, в мешках и полях. Если вы приходите в торговую сеть, там сидит закупчик в торговой сети, у него очень простая логика. У него картошка бывает белая и красная, грязная и мыкая, фасованная и в этих поддонах. Все, вот у него вот три плоскости, сколько там у нас, восемь вариантов, все, у него нет другой плоскости. И он не собирается даже не снять, как у нас он. Ему не интересно. Так вот одна из свойства формы в том, чтобы транслировать пометельные системы разных участников рынка друг друга, и делать это таким образом, чтобы эта трансляция была выгодна участникам рынка. Чтобы повар получал картошку, которая хорошо жарится, и картошка, которая хорошо варится. Сеть получала картошку красную и белую, а крестьяне подарила картошку только этого стата, который у него есть. Ну, как и так было. Именно это и есть самые дорогие транзакционные издержки во всей нашей деятельности. Когда мы тратим огромное количество времени на сведение этих понятий, и в итоге все равно допускаем ошибки. Мы можем взять и в это место поставить любой там крупный госконтракт, и понять, как, не понимая вот эту структуру, мы приходим к свете в три раза дороже, а по срокам зенит-арена. И если мы хотим в этом месте, в своем экономическом контуре, начать системно снижать эти самые транзакционные издержки и перестраивать экономику так, чтобы она могла просто развиваться на уровне мировых лидеров, мы вынуждены заняться, передать, во-первых, эту работу по НЦИ и мастер-дам с уровня государства на уровень новых субъектов платформ, которые сделают это качественно. У них просто мотивации пользуются. У них бизнес по-другому не получится, если они этого не сделают. То есть, видите, государство может нарезать плохие данные, плохие мастер-дамы, плохие инцы, нарезать обществу, и общество будет мучиться, пока там что-то не изменит их лучшего. А платформа, она просто не зарабатывает денег, если нам не выведено обществу. Просто и все. Поэтому это вопрос выживания и вопрос политической воли. Это очень разные вопросы. А можно прокомментировать? Да, конечно. Свободу слова, если кто-то не отменял. В своей прошлой жизни я работал на эту связи, как раз в департаменте госполитики. Честно говоря, я был в тем сам государством, которое что-то там кому-то должно было. Вот я вам скажу, что если собрать в одной комнате 3-4 коммерсантов с разными интересами, с разными позициями, они вообще не договорятся к друг другу, не говорят больше, а у нас тут бедушек будет. Потому что цели у всех реально разные и интересные. Вот пример НЦИ и мастер-дамы, как оно в жизни, и как по факту получается. Потому что мы, как айтишники, иногда склонны упрощать немножко жизнь, чтобы удобнее было программировать. И иногда с этим упрощением, ну там неудобно работать с другими данными, в лучшем идентифицировать. Мы тут начинаем резко менять жизнь и вымешиваться в ситуацию. Например, Минздрав сделал в свое время систему по, ну не знаю, регистрация для, есть такая вещь как какая-то, высокотеологичной медицинской помощи. И там программист просто для себя, ему так было удобней, сделал фамилии, имя, отчество, ну там среди сверождения и паспорта вот того человека, которому надо, ну, полечить. И что вы думаете? У него внутри противоречий нет. Все красиво, все структурированно. Здесь мастер-дамы, здесь идеальная система работает. Только так получилось, что в первый же день мы не смогли, ну, Минздрав, не смог зарегистрировать свыше пяти тысяч детей, которые вы только что родились, у которых паспорта, свидетельства рождения еще нет, имени нет. И система максимально жестко сказала, ребята, с незаполненным полем я вас работаю. Я прошу прощения, вы сейчас пример вообще... Не-не-не, я просто к примеру, тем самым как бы красивая внутри эти система создала большие проблемы в реальной жизни. Мы же про это говорим. Потому что классификатор не попал тогда. Знаете, как говорят о алкоголике, самое высокое качество отбитка может перебить количество. Поэтому любую его самую отличную концепцию и так далее можно исполнением изгородовать так, что мало не узнать. Понятно везде. Но у нас нет дурахоустойчивых идей высокого уровня, которые по самой своей сути идеи высокого уровня гарантировали бы защиту от дурака на всем пути до полной реализации. Извините, к сожалению. Я прошу прощения. Верните, пожалуйста, микрофон. Я на право подрасту. Я просто попытаюсь... Я пытаюсь сам ответить на этот вопрос следующим образом. Когда вы в оффлайн-мире взаимодействовали с таксистами до этих систем, как часто вам приходилось обсуждать, куда ехать, как ехать, уточнять адрес и так далее. И как это формализовало платформу? Какое количество транзакций с вас снялось? Каким образом это качественно производит? То же самое маркетплейсы у всех торговых. Там огромный зоопарк мнений. Но платформа своей сути существования формализует и стандартизирует эти процессы, в том числе обменодатами. И это базовое понятие. Это не про идти систему под отдельно взятого заказчика или про какого-то программиста, который что-то там захотел. Главное, что они выжили, если она не будет. Бизнес-то это построили. Смотрите, смотрите, смотрите. Вы начали с того, что если взять трех представителей бизнеса, они никогда не договорятся. Именно поэтому я не раз утверждал. Никогда трансформация сектора и его тумбилизация, платформизация никогда не выходит изнутри этого же сектора. Никогда. Убер придумали не таксисты. И не люди, которые торгуют машины, придумали Карпасик. И в РБД придумали не люди, которые занимаются от этого не отверг, которые занимаются этим бизнесом. Почему? Именно потому что вы говорите, когда он внутри себя, он это буквально в каждую свой интерес, каждую свою нишу, никогда не договорятся. А теперь к вопросу, кто дал ей власть. Как еще говорили большевики, по-моему, власть не дают, власть берут. Поэтому, когда какой-то сектор проходит через этот процесс, во-первых, это сила, которая к нему, как правило, приложена извне, причем источниками сил может быть самой разной. Вот, например, прекрасные перспективы имеет платформа GoCargo, которая вызывает x5 ретевого груза. Притейлер с сетью магазина вызывает платформу грузового транспорта. Сейчас они вызывают только под себя, но когда там будут уже тысячи грузовиков, они полтора миллиона в год перевозок осуществляют. Когда там будут тысячи грузовиков, они откроют эту платформу для других людей и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге эта платформа имеет все шансы изменить рынок автомобилей и грузовых перевозок до неузнаваемости, как-то если у Uber то же самое. Но не грузовые компании это придумали, и ни одна транспортная компания не придумает никогда Uber для грузовиков. Попытки были, они просто пытаются тут же под себя поднять рынок, под свои грузовики, своих интересных использований. И они говорят, нет, извините, дорогие, до свидания. Поэтому власть не дают, власть берут. Когда платформа входит на рынок, это вся тяжелый процесс, она доходит до второго момента, который в Китае, например, уже давно пройдет, когда ты либо работаешь в рамках платформы, либо ты не работаешь вообще. Ну то есть ты можешь подвергаться. Но это предсмертные твои катуси никому не интересны. Ну тогда маленькое замечание. Просто вы доказали сейчас и красиво, что любой бизнес работает, когда он становится монополией. Вопрос просто платформе стала монополией, но точно так же правила бизнеса не поменяются. Вопрос. Вопрос. Каждый раз, когда говорю, был платформа, задают один и тот же вопрос. А что будет, когда какая-нибудь платформа подогревет, тыс-ка, 90% рынка и начнет стричь с бизнесом, который она как бы должна оптимизировать, мясо вместе со шпурой, боишься вместе со шпурой и мясом. Уже это че? Да. Я уже, я его исторически каждый раз, раз за раз отвечаю одно и то же. Поскольку тяжелее всего первая платформа, а когда она уже доказала, что это работает в данном сегменте, то после этого создать такую же платформу, это исключительно дело техники. То первый, кто позволит себе так вести подношенную к рынку, он тут же в позицию этого, камикадзе, напикирующий, бухгалтировщик, начинает уходить вниз, а за ним стартует тот, кто более адекватный. Вы забыли про патентные правды? Я не прошу прекратить этот диалог, а прошу вас все-таки, если вы заинтересованы в подложении диалога, просто просто ознакомиться с теми материалов, которые были на предыдущих датах. Потому что просто одно из еще элементарных базисных правил платформы, она же занимается предоставлением сервиса для двух сторон рынка. И в этом смысле аналогия с монополией, поставляющей конкретные товары, она просто неуместна. Это разные типы бизнеса. Да. У меня вопрос к Алексею, а можно подключить слайд? Претензии, это айтишник, айтишник. Есть ощущение, что ты не владишь сущность? Потому что навязывать и транслировать то, что ты рассказал, по-моему, это одно и то же, просто одно с улыбкой на лице. Нет. Поясни, пожалуйста. Объясняю. Грубо говоря, попробую на двух примеров. Номер первый. Я платформа в области, не знаю, строительство. Ну, строительство. Я говорю, брусок Сосновый 50 на 53 метра имеет код 4242715. И я вот эти циферки про метры вообще просто ни одного слушать не хочу. Вот те справочные, которые соотносят мои 4242715 с тем, что это брусок. Что ты дальше с этим делаешь? Делай, что хочешь. Это навязано. Второй вариант. Я все равно внутри себя полностью каталогизирую, собственно, то, что я подаю. И когда я получаю от тебя брусок 50 на 50 по 3 метра, я беру вот это, говорю, так, 50 на 50 брусок деревянный Сосновый просто такой-то. Вот ноль код такой-то. Привязываю к ноль код вот этому, да? Ну, к этому я говорю. На 97% самотив достижение целых от модели. И говорю, вот твой брусок. Когда он приезжает оттуда в другом совершенно, ну, тоже такой же кусок. То есть так же его сопоставляют, он говорит, привязывается к внутреннюю каталогу. И говорю, вот, это же одно и то же. А. Вот разница между связыванием и навязыванием. И, естественно, 13% тоже возможно. Леша, вот на самом деле я соглашусь с советом в какой части, ты не раскрыл. Виноват. И в этом случае... Позвольте попроснить? Нет, я не позволю тебе краснить, а я тебя попрошу в следующий раз все-таки где-то, когда будет возможность остановиться на этом. Потому что это действительно непонимание, как технологический стек изменил возможности классификации, поиска и так далее, да? В реальных уже конкретных IT-системах. У нас народ пытается каким-то образом зафиксировать в один, единый, навечно каталог все сущности, которые возникают в экономическом комплексе. А каждая отрасль, вот эти вот товарищи, которые гаджеты производят, если он 4 штуки в год не выпускает новых, он умирает, он уходит с рынка. Ну потому что такие темпы развития. А внутри этой штуки 15 тысяч компонентов и так далее, да? И в этом смысле вся история с классификацией каталогизации, она начинает строиться совсем на других принципах. Мы должны учитывать разные потоки данных абсолютно и уметь все время на лету переклассифицироваться в этом условное дело. На лету пополнять свои справочники, на лету относились к различным категориям и так далее. И это меняет, в принципе, всю эту логику. И в этом нет ничего такого там сверхъестественного, волшебного. Сидят вот некоторые товарищи, которые ежедневно этим занимаются в рабочем режиме в больших количествах. А люди, которые заказывают подобные системы или как минимум рассматривают их на уровне государственных чиновников о возможном их применении, они до сих пор этого не знают и не понимают, по-моему. Потому что в некоторых министерствах объяснить, что это давно возможно и что это работает, не получается даже с третьего или пятого раза. Просто нужно маленькую иллюстрацию. Допустим, мы 100 миллионов записей привязываем к мастер-патологу весьма рыхлых, весьма убогих, очень любви сделанных своими ручками, привязываем к каталогу за четыре часа с вероятностью проекта 90 или 80%. То есть из этих 100 миллионов только 2% уходит в то, что мы не можем автоматически, без участия человека, обращая внимание привязать. Это там реальные данные на реальных мастер-патологах. Все. Спасибо, мы израсходовали батарейку. Я прошу тебя вернуть манеков на родину. Всем. Продолжение следует...